Всем привет! У нас сегодня вот такое доброе утро в горах. Сейчас выйдем на улицу, но я посмотрела, что там плюс 17. Здесь у нас жакузи на балкончике. Это глэмпинг, еще раз напоминаю, называется «Счастье в горах». Он непосредственно находится в самой деревне Красная Поляна, в очень классном месте. Тут, когда съезжаешь с основной дороги к нашему глэмпингу, на повороте открылся очень классный ресторан, называется «Коко Шалет». Мы в него, конечно же, сходим, пойдем выйдем на улицу. Зацените звуки природы, такая тишина, и только одна горная река будет шуметь. Вообще кайф. А вон там вчера вечером разжигали огонь. Так классно была ночь, почти полнолуние, подсвечиваются огоньками. Вот эти домики, но не очень много, слава богу, нет перебора, и горел вот этот очаг. Очень классно было. А с обратной стороны нашего вот этого шалле, скажем так, вот такой вид на гору, просто вообще просто обалденный. Я давно захотела пожить, чтобы у тебя одно из окон, а я там как раз спала, вот у меня окна выходили на ту сторону, чтобы оно у тебя было прямо в горе, можно сказать. Блин, такой кайф, вообще просто красота. Место суперское. А вот как раз та самая горная речушечка, которая у нас бежит здесь около Глэмпинга, и мы уже собрались. В общем, вот так он выглядит при дневном свете. Мы собрались и едем завтракать в ресторан модный, Коко Шале. Все, сына за рулем, едем. А нет, вот он только идет. И около этого Глэмпинга, ну, там настоящая деревня. Так, прикольно. У всех свои дворики, что-то там растет, виноград, еще что-то в огороде. Ой, прикольно, прям красота. Деревня-деревня. Супер. А в обратную сторону вот такой вид на горы. Красавчик мой едет. Просто бомба. А такой воздух, боже мой, красота просто. У людей теплички, яблочки, груши. Ой, просто сказка. Вот так со стороны выглядит Коко Шале. Мы решили сесть на верандочки, погреться на солнце, хотя, конечно, самая красота тут у них внутри. Это я, и было принято решение пересесть все-таки вовнутрь, потому что солнце так ярко светило, прям невозможно было. В общем, короче говоря, пересели мы внутрь, заказали завтрак. Здесь очень атмосферно, очень красивый интерьер внутри. И на самом деле они очень вкусно готовят. Вот я прям советую. У меня это лосось, яйцо и авокадо. И еще я заказала себе десерт. Прям очень вкусно. Мы сюда неоднократно возвращались потом и ужинать. А вот и подоспел мой десертик. Это у меня запеканка со сметаной и вишневым вареньем. Здесь в туалетной комнате вот такие звуки природы. Это мы уже поехали в Сочи, потому что хотим наш шевроле поменять на уставку. А мы уже приехали в Эмеретинку. Вот наш отель Монтера, в котором мы жили, бывший Рэдисон. И тут 29 градусов. А там, когда мы выезжали, было 17. Но выезжали мы, собственно, полчаса назад. Поменяли мы машинку. Взяли мустанг вместо Камара. Стоят они 9 тысяч в сутки. Но если берешь на побольше, но мы сразу на неделю, то тогда 8500. Сейчас сын как раз подъедет. Вот здесь машины, которые также сдаются в аренду. Здесь они по 12. А у нас там вот арендная контора. Она называется Car&Go. Я тысячу лет здесь беру машины, когда приезжаю в Сочи. Вообще супер. Больше советую. Вот мой мальчик приролил. Решили прокатиться по Эмеретинскому парку. И заодно заехать. Тут тоже наша любимая кафешечка. Пиццерия называется. Вот тут построили какой-то просто обалденный Монтера. Пятая авеню, отель. Все в таком, ну как мне кажется, в арабском стиле. Впереди знаменитый богатырь. Мы как-то тут жили. Номератки были очень интересные. Они у нас были такие, вот где купольные такие окошки. Ну, наверное, поэтому у нас были интересные номера. А вообще так, отель, ну, я даже не знаю. Было такое ощущение, что это какая-то столовая, куда привозят пакетных туристов. В общем, я не знаю. Визуально прикольная. Номера тоже ничего. Говорят, там очень хороший спа. Вот там мы не были. Вот. И тут, конечно, парк аттракционов. И те, кто живут в отеле, у них бесплатный вход в этот парк. Это мы уже в Эмеретинке. В таком местечке красивом мы идем, собственно, к нашему ресторану, к пиццерии. С парковками вообще просто полная беда. Это тут такой частный сектор. Но на самом деле вот эти домики, они в 90% случаев почти все сдаются. Очень здесь прикольно. Здесь какой-то свой такой вайп. Очень классно. Люблю Эмеретинку тоже. Вот. Припарковали. Сейчас идем прямо. Ну, там прямо море и будет наша пиццерия. За все эти дни мы первый раз выбрались на море. И оно такое лазурное. Просто красота. Правда, лазурное море. Короче, это Ницца Канна Сантропе корят. А вот это, вот этот ресторанчик. Я вижу, как он называется. Ну, в общем, я его помню. Я там была. Там очень классные завтраки подаются. Вот такая красотища. Какой-то ресторанчик Фо Бо. Видимо, вьетнамская кухня. Жара, конечно, вообще просто. Это середина сентября. Народа очень много. И на пляже тоже очень много людей. Таксист, когда нам вез, нас вез, за 15 минут рассказал нам все на свете. И сказал, что такого, говорит, на плыву туристов. Я вообще не помню, говорит. Такое ощущение, что нет ни 1 сентября, ни садиков, ни школ. Никто никуда не спешит. Все дети тут. Не знаю, видно сейчас или нет. Но народу вон там на пляже просто немерено. А вот мы и пришли. Пицца Паппи называется. Раньше она такая была в красном стиле. И немножко подальше. Сейчас ее перенесли. В общем, тут, конечно, очень прикольно. Ну, в связи с тем, что меню пока только завтраков. А некоторые у нас хотят поесть не завтрак. Идем на поиски дальше. Едем в горы по новой дороге. А мы решили поесть в ресторане The Amsterdam. С видом на реку. Тепло достаточно, поэтому комфортно сидеть. Вот такой у нас будет вид. Кстати, облака набежали. Так, посмотрим, что у нас тут в меню. Ну, я уже на самом деле посмотрела. Здесь много всего интересного, вкусного. В общем, все стандартно. Ну, как, собственно, и везде. Здесь очень много хороших ресторанов. Ну, в общем, и так далее. Этот ресторанчик, он при отеле, как и большинству. Здесь вот такой прикольный каминный залчик есть. В итоге мы решили оттуда с улицы пересесть, потому что там осы, и пойти в ресторан. Ну, в этот же, только внутри. И вот такой бомбический вид. Ну, по поводу блюд мы сегодня решили не заморачиваться. Все очень просто. Мы приехали, заселились в Рэдисон. Это у них называется номер Супериор. С видом на море. Ой, на море. Чего говорю? На реку. Ну, я, конечно, считаю, что тут никакой не Супериор. Какая-то полнейшая фигня. Вот. И подъемники. Отель Пять звезд, напоминаю. Ну, не знаю. Такое себе, конечно. Вместо бассейна у них тут какие-то джакузи небольшие. Ну, правда, есть спа. В общем, вот так выглядит Супериор. Имейте в виду. Так, теперь перемещаемся в ванную комнату. Вот таким образом она выглядит. Это я. Косметика здесь у них. Орган. Ну, такой достаточно неплохой аромат. Вот. Таким образом. Все это здесь у них в Рэдисоне выглядит. Мы заселились в Рэдисон. И сейчас поедем на канатную дорогу. И там погуляем по каким-нибудь тропам. Это мы приехали на Роза Пик. И вот такая облачность. Мы решили совершить трекинг. Мы спустились с Розы Пик на высоту, которая ниже. И пойдем по дорожечке. Будет у нас спорт вниз. Ну, докуда дойдем, короче. Вот такая дорога, пейзажи, красота. Народу очень мало. Мы, наверное, испугались, что пойдет дождь. Он такой небольшой накрапывает. Но зато, конечно, не жарко дышать можно. В общем, не так сложно идти. Какие потрясающие виды открываются, когда гуляешь здесь, по этой тропе. В общем, мы спустились вот на эту высоту. Шли ровно полчаса. Ну, если спускаться с пика, то до сюда будет идти ровно час. Вот и все. А здесь Родельбан. И вот такая погода у нас. Мы спустились с горы. А тут такой гром. Просто вообще капец. Дождь идет. И в самом Сочи на море сейчас передали, что формируется шторм. Вот такая изменчивая погода в сентябре. В курорте Сочи. Красота. Картины продают. У нас за окном гром, молния. Дождь поливает. Но он, правда, не очень сильный. Вечером здесь особо делать нечего, если плохая погода. Кроме того, как ходить по ресторанам. Мне кажется, мы уже так обресторанились. Заранились я уже не знаю, сколько набрала килограмм. Я так думаю. В общем, поэтому я иду на массаж в тот отель, в который мы, в принципе, изначально собирались заселиться. Это отель Эрбелия, бывший Меркурий. Сейчас это Эрбелия от Баста. Но там номера закончились. Там спа не плохой, массаж. В общем, я записалась. И топаю туда под дождем. Вот такая замечательная обстановочка здесь, внутри этого массажного кабинета. Вышла я после массажа. Это, конечно, просто бомба. Всем рекомендую этот массаж, который в Эрбелии. Такая река сразу же стала полноводная после дождя. И дождь закончился. Погода просто супер. Так дышится легко. Такой воздух горный, классный, конечно. После массажа захотелось что-нибудь покушать. Зайдем в ресторан Кавказ. Возьму хачапури. Как оказалось, в ресторане очень вкусно готовят. Я ничего, конечно, особо не брала. Вот только хачапури. Но мне прям вот очень понравилось. Ставлю им пятерку.